всем привет народ с вами иван коже и сегодня мы пробуем новые бургеры из макдональдс в маке вышло два новых больших бургера спасибо всем кто вчера уже начал мне писать комментарии по поводу выхода новинок и плюс помимо двух новых бургеров вышли еще куриные стрипсы сегодня мы попробуем дабл чикен дижон вот данный бургер стоит 106 гривен но если у вас есть на телефоне мобильное приложение макдональдс там можно сыграть в игру я так понимаю пофиг какой будет результат и вы получите ваучер на скидку и со скидкой он обойдется в 95 гривен я кстати сыграл два или три раза и оба ну и все разы мне попалась скидка именно на дабл чикен дижон вот как получить скидку на big чураско я не знаю если честно вот ну в общем 106 гривен полная цена и 95 со скидкой этой скидкой в 11 гривен и скажу вам сразу что big чураско стоит столько же бургеры реально большие вот big чураско обзор выйдет уже завтра что касаемо информации на сайте под дабл чикен дижон входит две куриные котлеты в хрустящей панировочке также здесь будет свежий салат что там еще кружочки томата и лука вот пикантный соус зернами горчицы вот ну дижонская горчица наверно да вот ну в общем тот самый случай когда все просто и вкусно ну чтож я надеюсь что вы уже взяли где-нибудь вкусняшки бутерброды как минимум я желаю вам приятного аппетита и давайте начнем смотреть вот так кстати выглядит наша упаковочка то есть большие бургеры на каждом из этих бургеров упаковка идентична то есть она такая бело-синего цвета и заглядываем внутрь ну бургер на целая бифанка хлеба вот булочка семенами кунжута видим куриные котлеты видим листья салата видим сыр чеддер видим кольца помидоров вот синий лучок слушайте ну блин по моему ингредиентов больше чем хлеба и она все это здесь не помещается ну вот так вот я попробую это вытащить вот так все это дело выглядит внутри или снаружи так ну тут видите как они положили то есть они с одной стороны положили два кружка помидора вот а с другой стороны на котлету положили непосредственно сыр и котлеты у нас да вот они 1 2 есть ну то есть можно гармонировать кусаешь с одной стороны котлета сыр вот немножко салата с другой стороны уже будет фреш сочно это очень аппетитно выглядит мне уже я просто уже поглощаю слюну но в общем первый раз укусил сочно но вообще без котлеты то есть курочку даже не затронул но сочный помидорчик плюс соус чувствуется горчица до дижонская горчица лучок салатик все принципе сочно как же добраться до котлеты слушайте но с курочкой совсем другое дело то есть очень вкусно очень сочным но в принципе достаточно лаконично то есть такой вкус отчасти немного домашней то есть обычная грудиночка куриная да с панировочки плюс горчичка которая продается на принципе в обычном маркете до помидорчики лучок салатик и плюс конечно же сыр реально это вкусно скажу что такой бургер можно сделать конечно же дома самому принципе все упирается наверно только не получится ли у вас сделать такой же соус как макдональдс скажу что сочетание действительно достаточно элементарная но это вкусно это вкусно и бургер очень большой кстати какой недостаток бургера как видите его очень неудобно кушать то есть с него все сыпется у меня уже пол сиденья наверно в салате плюс он реально разваливается то есть с одной стороны положили томаты другой стороны сразу же две котлеты курицы двойным слоем таким да и вот кстати я думаю если это двойной слой укусить будет вообще шикарно ну то есть она как бы поместилось но когда ты ешь и но как не крути все у тебя разваливается я думаю вы заметили видосе нарезку то есть это из-за того что я ни разу не укусил этот бургер чтобы не испачкаться то есть ты пачкаешь рот в соус по-любому потому что его тут в принципе хватает и как видите он и как видите вместе с салатом падает просто вниз оценку данному бургеру поставлю 7 из 10 в целом мне он понравился это действительно вкусно тут нету никаких каких-то сверх секретных ингредиентов или сочетаний вкусов но в любом случае думаю данный бургер попробовать стоит если вы до сих пор думаете какой же бургер из этих попробовать первым завтра выйдет обзор на второй бургер и принципе я там уже скажу свое мнение но если вам не в терпёж и вы уже летите в маг то я думаю стоит первую очередь отталкиваться от того какие бургеры вы больше любите с курицей или же сбив котлетой ответ на дежурный вопрос купил бы я данную новинку еще раз ответ но реально мне нравится то есть я люблю кстати дижонскую горчицу есть несколько блюд которые дома мы с ней готовим в том числе горячий салат как раз с куриной грудкой поэтому мне этот бургер реально заходит скажу что принципе тут соус он белого цвета и по вкусу тоже он напоминает какой-то майонезный вот соус но при этом главную фишку этого соуса делать непосредственно вот это дижонская горчица единственное что я не почувствовал самих зерен этой горчицы да то есть возможно она тут или измельченная или этих зерен нету или еще что-то но вкус в принципе очень похож на этом я буду заканчивать обзор надеюсь вам было интересно но и те кто собираются залететь в маг надеюсь было и полезно помогу вам сделать выбор не забудьте написать в комментариях какой из этих бургеров вам понравился больше ну и также поставьте этому оценку спасибо всем кто поддерживает мои видосы лайком подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали до новых встреч всем пока до новых встреч